приветствую участников проекта медаль ельбаса я светлана галендова мастер спорта международного класса по легкой атлетике и сегодня мы с вами поговорим о такой теме как питание питание и спортивное питание питание нам необходимо для того чтобы достигать каких-либо результатов ну и для активного образа жизни для того чтобы мы себя хорошо чувствовали все мы знаем прекрасно что есть три компонента это белки жиры и углеводы белки являются главным строительным компонентом в построении мышечной ткани белки бывают растительного происхождения и животного происхождения животное животного происхождения мы можем брать из мяса из курицы из индейки чаще всего мы можем взять именно из курицы филейную часть там больше всего находится белков белки бывают растительного происхождения растительного происхождения это злаковые белки бобовые белки все это не стоит игнорировать то есть это все должно быть вашей тарелке помимо белков у нас есть углеводы углеводы нас делятся на простые и сложные углеводы простые это те самые сладости которые мы употребляем шоколад пирожное и прочее в чем минус простых углеводов это в том что он эти углеводы повышают сахар в крови и соответственно последствии потом они перерабатываются в жиры то есть углеводы простые мы стараемся избегать есть также сложные углеводы сложные углеводы являются нашими друзьями это те самые гарниры которые мы употребляем в пище это рис рис гречка макароны и прочее их избавляться от них полностью то есть тоже нельзя есть диеты которые без углеводные это тоже неправильно то есть в нашем рационе должно быть все три компонента третий компонент это жиры жиры бывают насыщенные и насыщенные насыщенные это те жиры которые у нас находятся в мясе в курице но это не благоприятные жиры то есть в чем они и чем они являются отрицательны для нашего организма тем что они содержат себе холестерин то есть употребляя их мы себе нарабатываем холестерин холестерин это грубо говоря бляшки которые образуются у нас в сердечно-сосудистой системе вообще в принципе сосудах что впоследствии ведет конечно же к болезням ненасыщенные жиры у нас находятся в оливковом масле в рыбе в авокадо насыщенные ненасыщенные жиры которые у нас находятся в оливковом масле в авокадо в рыбе они очень благоприятно влияют на наше здоровье и их необходимо употреблять в пищу такие такие жиры как омега-3 и омега-6 все эти три компонента белки и жиры и углеводы мы должны правильно правильно и рационально использовать в нашем питании как понять вообще сколько нам необходимо употреблять эти компоненты есть специальная формула по харрису бенедикта где мы можем определить сколько какой колораж нам необходимо использовать то есть употреблять в пищу там учитывается эта формула учитывается из того а какой у вас рост какой у вас вес какой у вас метаболический обмен веществ это все влияет у каждого колораж будет свой так как каждый из нас употребляет и тратит энергию по-своему то есть у каждого свой рост пуска у каждого свой вес и из этого мы уже отталкиваемся и выявляем энергетическую ценность который мы должны употреблять каждый день дорогие друзья вам как раз задание чтобы вы выявили сколько вам необходимо какой вам необходимо колораж каждый день для употребления в сутки ни для кого не секрет то что сейчас сложно восполнять правильным питанием тот самый баланс который нам необходим так как продукты сейчас на рынках либо в супермаркетах не имеет той самой ценности который нам необходимо что же делать в этом случае здесь нам помогает спортивное питание спортивное питание является тем самым помощником который нам необходим для восполнения тех самых минералов витаминов белков углеводов жиров и это все нам может отлично помочь спортивному питанию мы можем отнести те же самые протеины да это тоже самый очищенный белок есть у нас казеиновый протеин есть у нас протеин сывороточный здесь мы также подходим индивидуальным каждому также есть элементарный белок это до аминокислоты все мы знаем что у нас есть 22 незаменимой аминокислоты все мы знаем есть 22 аминокислоты 12 из них незаменимый 8 заменимых что же делать в этом случае как восполнить эти незаменимые аминокислоты есть у нас спортивные добавки которые употребляются до тренировок во время тренировок и после тренировок ну допустим во время тренировки вы очень сильно потеете и теряете при этом много солей во время тренировки вы можете также выпивать изотоники то есть это специальные компоненты соли которые мы теряем для того чтобы избежать каких-либо судорог и неприятных моментов в организме теперь дорогие друзья задания выявить по формуле бенедикта сколько вам необходимо употреблять калорий в день я уже говорила прежде все это зависит очень индивидуально выявляем по формуле и смотрим я светлана галендова добро пожаловать на мой курс до скорой встречи